Самарт готов удивлять зрителей новыми постановками. Театр через несколько дней откроет новый сезон. Зрителей ждет не одна премьера. Так, благодаря федеральному проекту в рамках года театра «Театр детям» Самарт подготовил два спектакля «Красавица и чудовище» и «Волшебное кольцо». На новой сцене, где в июле сыграли первую премьеру «Горе от ума», продолжится работа над спектаклем Иванов, режиссер Анатолий Праудин и трехгорошовая опера, режиссер Доминик Бютнер. Продолжит обновлять издание Самарта благодаря нацпроекту «Культура». На средства областного бюджета реконструирована вторая очередь театра, в которой сохранилась многофункциональность пространства. Зрительские места портера и амфитеатра могут складываться, освобождая место для сценических площадок. Просторных фойе новой сцены также планируют проводить мероприятия, встречи актеров со школьниками и студентами, а также небольшие представления. На сцене установлено самое современное оборудование, что позволяет на высоком уровне работать со светом, звуком, визуальным рядом. Работа на третьей очереди здания будет вестись на средства из федерального бюджета. Согласно намеченным планам, с мая месяца нового года будет установлена работа и начнется строительство, завершающее третью очередь, которая начнется в 2020 году, а должна завершиться в 2024 году. И тогда образуется полный, вполне самостоятельный, с во всеми возможностями театральный комплекс Самарта. Поклонники культового спектакля «Мамаша Кураж» не будут разочарованы. Постановку перенесут на новую сцену. Главная изюминка этого сезона – трехгрошовая опера Бертольда Брехта. Проект вышел из лаборатории театра, создавался совместно с Геотто-институтом. Это будет мюзикл. Мы для себя поставили задачу вместе с нашим обожаемым режиссером Домиником Бютнером сделать стилизованную бродвейскую историю. Брехт – это система отчуждения, система остранения. Это очень интересный такой способ существования. Театральный сезон в Самарте откроют 31 августа. В этот день детям покажут спектакль «Храбрый заяц». А с 15 по 20 сентября Самарт проведет 14-й Всероссийский фестиваль «Лабораторию театров для детей и молодежи. Золотая репка». Фестиваль исполняется 25 лет. Золотая репка этого года держит курс на разнообразие видов театра – инклюзивные, пластические, визуальные, психологические и прочие. В фестивале примут участие 12 театральных коллективов, в том числе из Франции и Дании. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.